Девчонки, извините, что с вами здороваюсь в ванне. Просто поняла, что если сейчас не начну влог, то уже не начну. После вчерашнего по мне как будто танками поездили. И вчера весь день лежала, и сегодня выспалась, 8 часов спала. Вообще не встать. Лежу, монтирую, лежу, проверяю домашку свою чиниться, но не встать. Да, не хотел идти в школу. Да, куда вчера ушла энергия, но, видимо, ушла энергия на встречу с бывшим. Я вам там не показала, наверное, я еще не дошла до того видео, не монтировала. Но, в общем-то, всем мы мало виделись, но, видимо, да, организм так среагировал. Не встать. Сегодня Даня не хотел идти в школу. Последний учебный день сегодня. И в 8.30 объявил, что никуда не идет. Вот, поругались, вытолкала силой, придумывал всякие симптомы. Вот, ну, надеюсь, что придумывал. Пойдет домой после обеда, на внеурочку не пойдет. Вот, а я должна, по идее, убирать комнату, квартиру. Время уже предновогоднее, но, понимаете, нет вообще сил. Решила просто пойти в душ. Зачем включила камеру, не знаю. Просто, чтобы сказать вам, что тоже не перетруждайтесь. Вот, мне сегодня никак нельзя перетруждаться. Буду дома, никуда не выйду. Завтра я сопровождаю наш класс в Ледовый дворец. Встать надо в 6. Без 10.7 надо выйти. И ехать с большим автобусом на 50 мест. Будет 3 класса у нас. Ну, посмотрим, как что будет по цифрам, не знаю. Но вот так вот. Планировалось 3 родителя и учитель. Но, по сути, как-то все поменялось. И получается один учитель и я. На наши 15 человек. Поэтому сегодня мне уставать нельзя, заболевать нельзя. Вот, сейчас помоюсь, буду заниматься лицом. Я поняла, когда занимаешься лицом, ты не устаешь. Просто сидишь. Поэтому будем использовать такой трюк. Я, типа, занята, занимаюсь лицом. Вот. Спать я не хочу. Просто вот нету сил никаких. Надо украшать дом. Надо вешать гирлянды световые на окна. Но у нас дело встает на уборке. То есть Даня с Викой настолько раскидывают вечером за играми игрушки. Даня стал очень мало времени уделять урокам. Успевает сделать что-то в классе. И мы чуть-чуть только пишем дома. Поэтому они играют весь вечер. Все на полу. Строят домики из коробок. Все вытащено. Крышки отдельно, коробки отдельно. И я только убираю. И я не успеваю наряжать дом. Я уже им сказала, что так мы ничего не нарядим. В общем, вот такое предновогоднее настроение. Извиняйте. Ну, я думаю, что кто-то и будет созвучен со мной. Что вы не одиноки. Вот. Надо иметь праздничное настроение. А его пока что нет. То есть в целом все хорошо. Но вот эта рутинная уборка, она, конечно, убивает. И это не мое. Я люблю чистоту. Но уборку не люблю. И мытье посуды не люблю. Только готовить люблю. Но те, кто недавно на моем канале и этой фразы, можете не понять. Потому что я все время покупала готовую еду. Это не значит, что я не люблю готовить. Я очень люблю готовить. Просто не могла. Сейчас потихонечку возвращаюсь в старое русло. Начинаю что-то готовить. Придумываю те рецепты, при которых не нужно резать много. Не нужно силы применять. Например, блины, котлеты, шарлотка. Это все мешаешь. Мешаешь. И не сложно. Вчера курицу в духовке приготовила. Тоже не сложно. А вот порезать, это надо поменьше резать. Сейчас время новогодних салатов. Мы с Темой решили, мы или закажем, или без салатов. Тема очень старается. Но что-то мне не угодить. Я расстраиваюсь, как он много тратит денег. Он заказал продукты на новогодний стол. Они уже все лежат в холодильнике. Это дорогие продукты. Вот то, что вы, может, сейчас думаете, что нас Тема кормит. Нет. Вот когда осенью он покупал продукты, я вам сказала, это был последний раз. Больше он продукты не покупает. Ему это неинтересно. Ему хочется покупать что-то дорогое. Там пиццу, суши, крутое что-то. Что-то кого-то удивлять. А вот масло, яблоки, молоко, это не к нему. Поэтому мы на волоске от голода. Но я понимаю, что все закономерно. Кто не работает, тот не ест. Поскольку у меня нет уроков, то и денег нет. Все, что у меня есть, это уходит на каршеринг, каршеринг, каршеринг. И наши билеты, развлечения бесконечные какие-то. Короче, на детей, на детей все уходит. Вот. Кушаем мы очень просто. Дети согласны на кашу. И я радуюсь. И вечером даже варю им кашу. Все. Все, что могу сказать. Поэтому кто не работает, тот не ест. Не удивляемся, если у нас нет денег к Новому году. У меня нет денег даже на подарки. Я сказала детям, что подарю им подарки до 200 рублей. Тема спросил, это что, шоколадка будет? Тема все подарки нам купил, заказал. Уже по два раза ему их принесли. И он уже не может дождаться, когда нам их подарить. Говорит, давайте я сейчас подарю, потом вам новые закажу. Я говорю, нет уж, терпи, хватит тратить деньги. Тема молодец. Вот. И вот так вот обстоят дела. Каша какая-то. Я на вас вывалила кашу, извините. Извините, соскребите. Все, пойду заниматься собой. Потому что просто лежать тоже нельзя. Что-то там про лежание какая-то есть, поговорка. Кто ленится, тот состарится. Вот. Вот что-то такое. Кто ленится, тот состарится. Поэтому лежать нельзя. Встаю, хотя бы что-то делаю. Но экономлю силы на завтра. Экономлю. Эта поездка в Ледовый дворец, это что-то с чем-то будет, конечно. Мне надо о себе заботиться. А я должна буду заботиться о 15 первоклассниках, которые по этому Ледовому захотят рассыпаться. А мы должны будем их удерживать. Вот так вот. Отработала урок. Чему безумно рада. Это была моя прекрасная ученица по математике. Мы с ней уже в четвертом классе. Начали со второго. Она сейчас уехала из Петербурга в Португалию. И мы продолжаем заниматься. Урок меня взбодрил. Такие задачи, кого хочешь взбодрят вообще-то. Какие уже задачи в четвертом классе сложные. Ну, когда мы записали, стало легко. Вначале она прямо сказала, ой, наверное, сложно. Ну, ничего. Зря испугалась. У меня идеальная ученица. А тем временем Даня-то пришел сегодня со школы, не пообедав. Потому что так плохо мы собирались, что забыла дать ему деньги на обед. Если забываешь дать деньги на обед, то не кормят. Сейчас там вразнос уже пошли. Я уже с урока выходила и выключала мультики. Но слышу, опять включили мультики. Пойду наводить порядок. Когда мои дети... Когда мой ребенок приходит из школы, он не раздевается. Бросается к телевизору, если мамы нет. А ваши дети как поступают? Человек, который всю жизнь ходит в очках, всегда будет поправлять очки. Я сейчас вот так сделала, пока доставала телефон. Слушайте, человек у меня два часа был дома. Не убирает, только разносит квартиру. Поэтому отправлен он в бассейн и на ИЗО. Вот, в бассейн в три часа и в ИЗО. Забыла там. А сколько у него там маленький перерыв? Будет в школе. Дала с собой чай, яблоко, сухари. Только раскидывает игрушки. И уборка, это не уборка, это какой-то кошмар. В общем, не получается организоваться. Честно, не знаю, как переживем каникулы. У нас только три дня организовано с поездками. Остальные не знаю, что же мы будем делать. В общем, не хотел он утром ни в школу, никуда. Я ему утром сказала, сходи только в школу. Бассейн и ИЗО пропустишь. И сейчас говорю, ну что, идешь в бассейн? Да, иду. Собрался за одну секунду и убежал. Это легче, чем уборка. Жалко, но очень я рада, что он пошел. Мусор не давала ни утром, ни вечером сейчас. Вот, идет с тремя мешками. И так человек. Сменка, бассейн и ИЗО. Три мешка разных. Вот такой вот телепузик. Придет пол седьмого теперь домой. Знакомо, похоже, да? Кто-то со школы в школу. Завтра в семь утра встречаемся у Ледова. Учитель написала... Ой, не у Ледова, у автобуса, чтобы в Ледовый ехать. Учитель написала, никого автобус ждать не будет. Вот. Ну, и хорошо. Это, я думаю, как бы мы не опоздали. Такая пробка там может быть на КАДе. Ну, давай, Данька, ускорейся, ускорейся. Уже пора там еще переодеваться. Еще бежать в сам бассейн. Школа-то состоит из трех корпусов практически. Вот тут два учебных. А вот там еще слева отдельный переход есть. И там отдельное здание. Это бассейны и спортзалы. Спортзалов, говорят, шесть у них. Бассейнов, говорят, три. Крутая школа. Давай бегом, Даня. Как тебе ускорение придать? Че-то задумался, туда ли я иду. Зачем мне все это надо? Ну, придет после бассейна бодрый, веселый. У нас всегда после бассейна у всех бодрость. Сегодня минус пять где-то, хорошая погодка. Но мне туда не надо. Мне надо вот сюда, сейчас помонтирую и пойду что-нибудь готовить. Мам на этих словах. Прям на словах все улыбаются. Показал мне средний палец. Мы гуляли, часа два гуляли, очень устали. Никто вам такой маленький покажет. Ага, мама, спасибо. Все было очень вкусно. Спасибо. Тарелочку это. Что делаешь? Читаю. Я потом еще буду. Поэтому надо не мыть. Его все знают. Это не... Я люблю чистое. Да, в другой раз еще раз вы узнать. Тебе будет приятнее с чистой есть, чем с грязной. Но она жирная от блина, так что надо губку. Я тоже устал. Давайте найдем... Кое-что о сюрпризах доставки из пятерочки, например. Не знаю, как вам видно, но они ярко-зеленого цвета. Ярко-зеленого. Даже близко к желтому нет. Нам бананы на дорогу завтра. Хорошо, что я еще заказала йогурты. Это доставка пятерочка. Вот это на тысячу рублей. Четыре йогурта. Два борща. Мы их уже пробовали. Ролл с лососем. Стрит ролл. Он неплох. При всем уважении. Можно критиковать сколько угодно. Это неплохой вариант еды. Попробуем. Мы не едим отсюда соусы. И бульон. Едим только лапшу. По акции. Колбаска. Батончик. Яйца сошли с ума. Во всем городе. Ну вот, нашла за 110 рублей. Сколько сейчас? 7.40. Дорогие друзья. Всем доброе утро. Сейчас 7.40. Нет, вру. 6.40. Сейчас 6.40. А в 7 часов мы должны быть на месте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, на обратном пути я рыдала, уткнувшись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и пришёл опять дурдом какой-то дома. Устраивает реально вообще. Я не знаю, что за ребёнок. Причём он испортился, когда мы открывали дверь ключом, он щёлк и стал друг Даня. Что такое? Кто-то мне звонит, не знаю кто. Вот. Бессил, но очень понравилось представление. Очень рекомендую посмотреть мой канал «Санкт-Петербург детям». Я постараюсь вам вставить ссылку, но не обещаю, конечно же. Представление длилось час. Вы меня спрашиваете, напишите, в какое место вы идёте, но я вам говорю, это был ледовый, но просто я бы с удовольствием на этом канале бы забабахала это видео, потому что кто-то отдыхает или лежит, или болеет, хочет смотреть такие видео. Но я знаю, что большинство зрителей на моём канале вышли из Тёминой комнаты с компьютером. Или я сейчас его заберу. Большинство зрителей не смотрят. И эти видео, когда мы куда-то ездим, проваливаются. То есть вот 800 просмотров, 800 сходили в интересное место, бам, 300 просмотров. Ну, обидно. Поэтому на другом канале, который тематический, там хорошо смотрят, и туда, и загружу. Если я не оставлю ссылку, просто ищите «Санкт-Петербург детям». Там памятник такой, дети держат глобус, земной шарик держат дети. Вот, у меня там 101 подписчик. Каналом я тем не занимаюсь, но все видео потрясающие, их можно вывести вам на большой экран и смотреть с детьми. Если вы не из Петербурга, или если вы из Петербурга, я снимала представления разные, и музеи, и прямо куда можно пойти. В Ледовом, конечно, мы были очень высоко. Мы были на четвёртом этаже. Сектор 415. Я не знаю, что там происходит, какой-то кошмар. Надо включить компьютер, ноутбук. Я не смогла ввести пароль. Три раза ввела неправильно. Вроде понесли Тёме ноутбук, и там какой-то шурум-бурум. А что так долго пароль ввести? Так а почему он не подходит-то? И я в Вилане подошёл? Даня, ты менял пароль? Как он может не подходить? Мы же все... Ну-ка, отдать быстро чипсы Тёме. Я не буду это есть. Спасибо большое. Да нет, Тёма, мне охранять. Мне охранять? Отнесите Тёме чипсы. Не надо их есть. У вас животы... Вот вы будете лежать с больными животами. Быстро отдала Тёме. А что вы делаете со старшими детьми, которые покупают без спроса вредный продукт? Тёма купил вот такую вот гору чипсов, гигантские пачки. Пять или шесть штук. Но тогда компьютер ты не получишь, если ты берёшь чипсы. А значит, отнимем. В общем, мы сидели очень высоко на четвёртом этаже. Но это очень красиво. И ничего страшного, что мы сидели выше. Как раз зато вот так вот вид. Общее впечатление. Так бы мы сидели на первом ряду, уткнувшись, да, ничего бы не видели. А так всё видишь очень красиво, конечно, в роли отрицательного персонажа женского пола. Я не помню, кто там. Это был волшебник изумрудного города. Кто там была страшная, кто? В её роли была Елена Бережная. Вот я очень хотела посмотреть. Она вышла ненадолго, минут на пять, может, меньше. Вот. И потом, когда Дедушка Мороз провозглашал именно актёров, действительно, я всё правильно поняла. Это была Елена Бережная. Я прочитала, конечно же, заранее о том, какой мы будем смотреть спектакль на льду. Какое представление. Мы готовились. Мы не знаем сказки изумрудный город, поэтому дети перед сном несколько вечеров подряд слушали у меня аудиосказку, аудиокнигу «Волшебник изумрудного города» и познакомились с произведением. Правда, Няша? А то мы совсем даже и не знали ничего, ни про какого Гудвина. Я думаю, пойдёт смотреть и ничего не поймёт. Какой такой Гудвин? Вот. Поэтому сейчас ему было понятно, что это за персонажи. Вы тоже, когда дети куда-то идут, узнавайте заранее. У нас, родители, никто не спросил, куда идут дети, какая сказка, ничего не знают. Когда сели, стали смотреть, ничего не понимали. Ну, как же так? Ну, это же тоже часть образования. То есть, идёт ваш ребёнок, надо узнать, на какой спектакль он идёт. Было написано на билете «Новогодняя сказка». Ну, я прочитала в интернете заранее, что это организовал Беглов, что это от нашего города, бесплатно, бла-бла-бла, все такие молодцы. Ну, и, в общем-то, сюжет тоже был расписан и про Елену Бережную написано. Всё, в общем-то, понятно. Кто хочет, может найти информацию. Ну, как так отправляют ребёнка? Ну, типа, как на ёлку, что ли, на обычную хороводу поводить? Ну, это же серьёзное ледовое представление. Такое количество артистов задействовано. Мне кажется, 50, наверное, не меньше. Мне кажется, надо всё-таки подготовиться. Вот. К нам подошла, к автобусу подошла Шура. Нашла нас. Только два человека, кто смотрит это видео, знает, кто такая Шура. Я думала с ней поболтать. Она работает в ледовом. Она очень хотела нас увидеть. Но мы не могли поговорить, так как я была сопровождающей. Она сунула детям мои два пакета, вот в большом белом пакете. Два вот этих пакета подарков полные. Вот они их уже едят. И увидела Данечку. Мы обнялись. Я расплакала сразу. Давай рыдать. Прямо вообще не могла остановиться. Вот. И мы не смогли, конечно, поговорить. Я сказала, что мы как-нибудь к вам приедем. Она видела Данечку. Когда Данечке было года полтора. Вот. Ну, Шура, это знаковый человек в моей жизни. И я сейчас не могу ничего говорить. Вот. Но очень рада, что я ее увидела. Она там работает. И она мне сама писала. Вы поедете как первоклассники? Я говорю, мы поедем как первоклассники. Она такая, я вас найду. Как она нас найдет? Там сотни первоклассников. Реально сотни. Что за код Яндекс мне прислал сейчас? Даня что-то делает? Нет, Даня, нельзя ничего покупать. У нас взрослые проблемки. Что за код? Ничего, никаких аккаунтов никуда не добавляй. Ты маленький ребенок, несовершеннолетний. Вот. Так что увиделась. Шура дикорада. Не знала, увидимся или нет. Она мне писала. Вы будете стоять около слова МТС. Я буду за красной занавеской. И я пока мы ехали на автобусе, вроде даже увидела занавеску. Пишу в ВКонтакте, я вас вижу. Она такая, да-да-да, это я. Понятно было, что перед она не успела нас поймать. Она пишет мне, я вас поймаю после. Ну, в общем, мы люди из того времени, когда не было сотовых телефонов. Поэтому мы, конечно же, нашлись. Я ей написала номер автобуса. Она подошла к автобусу и заранее нас там караулило. А мы, в общем-то, задержались. После представления мы подошли к автобусу аж через 40 минут. Вот. Родительский комитет организовал автобус. Подарки тоже Биглов нам подарил. Но наша учительница все сделала заранее. Она передала подарки уже несколько дней назад. Те классы, которые ездили с нами, еще два третьих класса на этом автобусе. 50 детей в автобусе было. Хорошо, что это закончилось. Ну, вроде как я, типа, помогла. Вот. И... Там, парам-пам-пам. Вот эти два класса, они сейчас пошли в школу, чтобы учительница им вручила подарки. Но наша делает все быстрее, грамотнее. У нас мега-учительница, самая лучшая учительница в мире. Это наша. Вот. Поэтому подарки уже у нас заранее получены. Что-то был какой-то комментарий. Я хотела на него ответить. Про детский сад, про то, что... Кто-то мне написал, что мы сами сдаем обычно деньги на подарки в садике. Мы тоже сдавали. И в этом садике не очень много решили. 280 рублей с ребенка. Но у нас всегда от города есть подарок. Я не знаю, как правильно говорить. От города, или от муниципалов, или от района, от чего не важно. Поэтому в каждый садик спускают подарочки. Вот такие вот, такого плана подарочки спускают. Это вот Шура подарила. Он очень крутой. Там очень крутые шоколадные конфеты. Вот. Ну, обычно какой-то такой подарок обязательно в садик спускают. Вот. И родители уже, если хотят, тоже скидываются. И тогда два подарка у ребенка. Ну, если они не скинутся, все равно будет подарок. Вот у нас так обязательно всегда во всех детских садах. Во всех. Что еще? Ну, вот и подошла наше полугодие. Даже не четверть подошла наше полугодие. К концу поздравьте нас. Поздравляю вас, кто выжил, у кого школьники. Завтра пятница, и мы не идем учиться. А у вас уже скоро Новый год, когда вы будете смотреть это видео. Мы не пойдем учиться. Наша учительница очень грамотная. Все правильно сделала. Сказала, напишите по семейным обстоятельствам. Только те дети, у кого родители... Ой, голова заболела болтать. У кого родители болеют, что болтаю. У кого родители работают. Оба. Кому некуда, дети, детей, приводите. Но уроков как таковых не будет. Будут мультики смотреть, что-то будут делать. Ну, как присмотр. Вот. Уроков уже не задано. Уже мы не делали вчера домашку. Жень прекрасная, удивительная. Вот. Всех люблю, всех целую. Заканчиваю это видео. Я ложусь отдыхать. Вечером мы будем смотреть на большом экране мое снятое представление. Я там побольше старалась снять. Вот. Всех люблю, всех целую. До скорых встречи сфоткать, что ли. Пока-пока. Пока-пока. С наступающим. А кто-нибудь поспал? Даня, ты поспал? Ты поспал? А я очень хорошо поспал. Хлёпа, 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 пьянья. Мам. А ты что угадал? Там у тебя две лежат. Да я не. Ага. Тут вас открывала, хотела тебе показать. Запомнил. Молодец. Так, 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 лишнего уже. Семейный просмотр нашего посещения. Подробно посмотрите на другом канале. А мы будем кушать ещё красный круассан. Они там все флаг увидели, а мы с этой бабушкой не увидели никакого флага. Роллы за 160 рублей из пятёрочки. Просто божественные. Конечно, вот это к ним не прилагается. Это надо иметь дома. И я просто вообще балдею. Я сегодня днём съела такой. И сейчас ем такой же перед сном. Ням-ням. Господи. Я уже жду, когда они перестанут. Они, по-моему, палят уже минут 10. Просто. Я сижу, смотрю видео, они палят и палят и палят. На что такое? Представляете, это там, где коттеджики. И так у нас видно далеко-далеко. Ну, на камере как будто мелко, а так-то очень ярко, конечно же. Телефон. Не покидай меня. Всё, угомонились. Нет? Угомонились? Да, господи. Начали 28-го числа, вот, дают. Короче, Даня встал в 6 утра. Он лёг сейчас без 15.9. Вообще не хочет спать. Ну, хочет, конечно, но не хочет. Я сняла линзы. Пытаюсь попасть в ванну, помыть лицо. Я теперь крашусь, вы заметили. И там, в общем, занята Викой. Тёма уехал гулять. Внезапно приехал его друг с Парнаса. Собрались. Я говорю, замёрзнете, всё, вам конец. Говорю, сам будешь с ним сидеть, если он заболеет. Самое время погулять, правда? Надеюсь, они где-то будут сидеть. Слушайте, как я выжила. Я встала в 3. Я, значит, сначала лежала, потом делала йогу. Пила таблетки, конечно же, в самом начале. Потом я вот, в принципе, не очень физически нагружалась. Вы не поверите, только психологически. Меня вёз автобус. Я сидела в Ледовом. Час там, час там. Вёз автобус обратно. И потом дома я лёжа. Играла с детьми. Вика сейчас блины вечером пекла. Я не готовила особо. И сидела, смотрела... Ну, что я смотрела? То, что сама снимала, то и смотрела полчаса. И потом мы стали смотреть Елену Бережную. Сначала я показала детям. Почему? Потому что она была задействована в выступлении. Поэтому я им рассказала. Показала Данечке. И решила показать им выступление 98-го года, 99-го. Включила им Антон Сихорулидзе и Елена Бережная. Дети в восторге. Там короткие видео по 3-5 минут. И потом я включила всё-таки биографию её. Но не то, что она рассказывает, а то, что кто-то каким-то загробным голосом рассказывает. Бред, конечно, полный. В таком напряжении держит, всё утрирует, все факты. Ну, хоть чуть-чуть просто. И вот получается, что я всё время сидела. Я физически неактивна была. Вот нормально выжила. Я сейчас боюсь уснуть. Я сейчас, если в 9 усну, что будет? Я в 3 часа проснулась. Я такая бодрая ночью. Вы не поверите. Хоть пляши там это, кору в даи, сено коси. Что угодно можно делать. Я не знаю, откуда такая бодрость. Это ненормально, конечно. Но эта бессонница, она не сродни депрессии. То есть я не то, что у меня какие-то нервные потрясения. Я не сплю. Я просто слишком рано засыпаюсь, слишком рано просыпаюсь. Надо бы сдвинуться чуть-чуть. Ну, сейчас Новый год нам всё испортит. Сейчас всё передвинется как угодно. Мы же должны под социум плясать. Знаете, я так не хочу Новый год вообще. Я так хочу нормально лечь спать, нормально выспаться. Мне придётся сидеть, мучиться, мучиться, мучиться. У меня был какой-то Новый год, когда у меня детки были маленькие. Мы с Тёмой закатили Новый год часа на два раньше. Уложили их спать, они ничего не поняли. Были счастливые, встретили Новый год, легли спать. А потом мы с Тёмой отдельно встречали Новый год. Но сейчас так не пройдёт. Сейчас нам надо бой курантов. Не знаю, что делать. До 12-ти Вика не дотянет, плакать будет, конечно же. Всё. Смотрю дальше Ютубчик, отдыхаю. Боюсь сейчас засыпать. Тёма ушёл гулять. Придёт он ночью, я всё равно встану. Он всё равно меня поднимет. Всех люблю. Ставьте лайки, кому с нами не скучно. По-моему, вообще не скучно. Кстати, создаётся впечатление, что я очень активная по видео. Нет, сейчас я не активная. Я вам даже выкладываю влоги за два дня, одно видео. Вы видите, один день мы полностью дома сидим. Мне пишут в WhatsApp, вы такие активные. Да, мы не активные. Активный Даня у нас. Всё. Вика не активная, я не активная. Мы сидим дома сейчас. Мы были активные до сентября месяца включительно. Всё, надоело. 47 лет активности вот тут. Не, не 47. Ещё меня до 15 дома держали. Вот до 15 продержали дома за письменным столом. Потом я сорвалась во всех смыслах. Поэтому, пожалуйста, я вам желаю энергосберегаться, отдыхать по-настоящему. Как финны отдыхают. Знаете, у них в 8 вечера все вечеринки заканчиваются. Тишина в кемпинге. Все спят. Так, кто там идёт у меня раздетый? Кто-то, да? Я такая радостная. Ты почему такая радостная? Я много раз вечером был. Молодец. Вот поэтому я так долго. О, ещё. У нас от кафельной плитки отпадают квадратики. От нашего ремонта. Я ещё не отчёт его, потому что... Вон как сияют. Тихо, Даня, услышал, что ты не спишь. Тоже сейчас сияют, сияют. А я сегодня порошком зубным чистила вообще. Это ужасно неприятно, но очень белые зубы получатся. Вау, а можно я на что путеше? Можно, можешь спать. Всё. Закрой мою дверь, вашу дверь и не болтайте. Кто смотрел ремонт в апреле, в марте? Плитка, которая на полу, вот такими квадратиками. Мне кажется, если честно, что дети их отковыривают специально, потому что на моих глазах ни один квадратик не отвалился. Всех люблю, всех целую. Энерго, сберегайтесь. Отдыхайте тихо, как финны. Наслажайтесь жизнью. Не сходите с ума в каникулы, в какие-то выходные с какими-то детьми, внуками, правнуками. Спокойно можно вообще через день гулять. Не обязательно сходить с ума. Можно дома посмотреть тихие, хорошие фильмы, что я и планирую сделать. Вот, операцию «Ы» посмотрели. Да, не понравилось, он в полном восторге. Все, наболталась.